Новости Кто из великих людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня, вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. В Индии около полторы тысячи человек стали жертвами аномальной жары. Уже 10 дней на востоке страны температура воздуха достигает 49 градусов по Цельсию. По данным властей, ежедневно умирает сотни человек. Из-за жары с сереброми работает электроснабжение, что еще более усугубляет ситуацию, оставляя жителей без кондиционеров и вентиляторов. Синоптики сообщают, что в ближайшие дни температура в ряде районов может достичь 50 градусов по Цельсию, после чего постепенно пойдет на спад. В целом, необыкновенно даже для Индии жара продлится еще дней 10, передает европейские новости. Турция в преддверии парламентских выборов ожидает непредвиденные реформы. Предстоящие выборы, прогресс проведения реформ, нарушение прав человека и другие вопросы обсуждались в очередном выпуске программы The Network. Во обсуждении принимал участие посол Турции Селим Энель, который в недавнем интервью заявил, что в отношениях ЕС и Турции царят недоверие и разочарование. Пишет euronews.com. США возвращает в Италию незаконно вывезенные из страны исторические артефакты, всего 25 предметов, среди которых этрусские вазы, фрески первого века, редкие книги и манускрипт 16 века, украденные из туринской епархии. Почти все эти объекты были конфискованы полицией либо в галереях и аукционах, либо при таможенном досмотре, сообщает новости Европы. Немецкая компания Аудио продемонстрировала концепт автомобиля R8 e-tron, оборудованный системой автоматического вождения Traffic Jam Pilot. Внешне новый беспилотный автомобиль практически не отличается от стандартного концепта кара R8. Все различия кроются в электронике. Беспилотный R8 оснащен лазерными сканерами, видеокамерами, ультразвуковыми сенсорами и двумя радарами, необходимыми для автономной работы. Собранная датчиками информация обрабатывается центральным модулем управления, который контролирует двигатель, тормоза и руль. При желании режим автопилота включается и выключается нажатием кнопки. Силовая установка нового концепта аналогична R8. Она включает два электромотора, которые передают крутящий момент на задние колеса посредством электронной трансмиссии. e-tron разгоняется до скорости 100 км в час за 4 секунды и может достигать максимальной скорости в 250 км в час. Электромоторы R8 питаются от Т-образной аккумуляторной батареи. Запас хода e-tron составляет 450 км на одной зарядке, что на 23 км больше, чем у популярного электромобиля Tesla. Батарея автомобиля заряжается с нуля до полной емкости менее чем за 2 часа, передает сайт иновес.ру. В Ирландии 22 мая составился референдум о легализации однополых браков, после чего Ирландия стала 13-й гомосексуальной страной Европы. Итоги референдума, в ходе которого большинство жителей поддержали легализацию однополых браков, является не только поражением принципов христианства, но и поражением человечества. Такое мнение высказал госсекретарь Ватикана кардинал Пьедро Паролин. Сообщает Благовест.Инфо. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 4 июня в 470 году до нашей эры родился древнегреческий философ Сократ. В этот же день в 1943 году появилась на свет христианская писательница и телепроповедник Джойс Майер, ведущая ежедневной программы «Жизнь полная радости». Сегодня отмечает 40-летний юбилей Анжелина Джоли, голливудская киноактриса и обладательница Оскара. 4 июня в США отмечается Национальный день сыра Рокфор. В Ингушетии день рождения республики, а католическая церковь вспоминает Вечерю Господню. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте radiovector.org. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.